Ну, мне причины неизвестны, почему Сергей Семёнович Собянин вот не дождался 2015 года, а пошёл сейчас. Наверное, есть какая-то неуверенность в том, что и нынешний вот режим сохранится, и ситуация будет такая благоприятная для выхода на выборы в 2015 году. Мы видим, и технологические проблемы возникают, и в метро, и транспортный колокс неразрешён, и так далее. Видимо, вот это моя версия, вот это подвигло подстраховаться, тем более, что он пришёл, и, конечно, есть свои проекты, есть свои программы, и он опасается, что где-то вот на серединке, да, не случится того. Почему от Единой России не идёт? Ну, потому что Единая Россия заканчивает своё властное существование. Вот. А ОНФ, фронт, общенародный фронт, ещё не готов, так сказать, превратиться в мощную политическую силу. И он решил подстраховаться, ну, про себя, чума на оба ваши дома, я пойду сам. Шансы сегодня у него, конечно, предпочтительные, и, безусловно, он победил. Он победил. Если говорить о Навальном, и там вот Прохорова там муссировали, ну, я, честно говоря, удивляюсь вот тем нашим средствам массовой информации, тем ведущим, которые вот вцепятся, Прохорова, Навального там, и давай кто лучше. Конечно, мне интересно, с какой программы выходит тот или иной кандидат, что он хочет делать в Москве в сфере образования, в сфере пробок, в сфере озеленения и так далее. Вот. То есть, вот это мне интересно. И мне кажется, что Иван Иванович Мельников от КПРФ, он придёт с какой-то своей программой, может быть, такой некомплексной, он специалист от образования, может быть, что-то внесёт. И вот, когда будет конкуренция программ, обязательно победитель что-то возьмёт у побеждённого, и это будет общая польза. А Навальный, Прохоров, вот, они вообще меня не интересуют. Они решают маленькие свои карманные вопросы, выдвигаясь на выборы.